Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик игрового формата, давно у нас его не было. Вы меня многократно под многими видеороликами просили, чтобы я бы записал видос на Изидке. Сегодня я готов, наконец-таки, записать его. Сегодня поиграем на этой замечательной пушке. Я, честно говоря, перед началом данного видеоролика надеялся на то, что и думал, что у меня адреналин на Изиду есть. Оказывается, у меня его не было. Но мы это, конечно же, дело исправляем, покупаем его. И сегодня полноценно записываем видос на данной замечательной, интереснейшей пушке. Скатаем пару боев, я думаю, что с дроном Защитник. Но вот что касаемо корпуса, я вот здесь реально задумался. То есть, Харек это будет Изикаточка, Викинг это будет еще проще, чем Харек на Изидке. А вот чтобы было реально сложно и интересно, я думаю, что стоит нам сегодня сыграть на Васпике. И я думаю, что вы это тоже оцените. Берем иммунитетик. Ну и газуем в катку. Если вам заходит игрового формата видосы, если вы хотите, чтобы видосов игрового формата выходило больше, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Как только на нем набирается 150 лайкозавриков. Я сразу записываю следующую часть. Ну и, конечно же, в комментариях указывайте, какую пушку или какое вообще сочетание вооружения вы бы хотели видеть дальше. Если вы заходите в комментарии и видите, что есть уже какое-то сочетание, которое вы бы тоже хотели бы увидеть, можете просто поставить на него лайк, и я пойму, что его стоит, конечно же, рассмотреть. По резисту сегодня у нас 20-ка. Я экспериментировать не буду. Начнем с цпшечки. Вторую катку, я думаю, что играем в CTF, в стабильном дефолтном. Что касаемо игры, то я думаю, что я буду сегодня играть на урончик. Я не буду играть особо практически на лечение. Данная зида очень жестко наваливает, очень много урона наносит. Я думаю, что сегодня есть отличная возможность показать вам то, что на зидке можно играть не хуже, чем на той же жиге или фрезе на легком корпусе. Все равно данная пушка больше подходит, наверное, для игры на легких корпусах и больше склонна к продувам. Поэтому можно ее будет полноценно сегодня и сравнить. Если у меня получится на ней заработать первое место, получится выиграть при всем этом раскладе каточку, то я думаю, что это будет очень-очень даже круто. Можно, конечно, на этой зидке пробовать и играть на лечение, но явно это не мой интересный, замечательный метод игры. Я быстро сейчас, друзья, обновляюсь, потому что у меня, как всегда, дефолтная, замечательная кальтошебочка. И мы с вами пора продолжаем. Главное, чтобы я не потерял сейчас самый-то самый драгоценнейший опыт, который мне очень даже будет сейчас необходим, дабы забирать первое место. Сегодня у нас начался новый также челлендж. Но я, конечно, не буду там акцентировать на нем особо внимание. Но звездочки по шестерочке, конечно, лишними мне не будут. Поэтому сегодня тоже надо, конечно же, конечно же, выигрывать. Просто закончить катку на первом месте без победки. Хоть и получу там я 6 звезд, но это не так круто и не так замечательно. Замечательно. Поэтому я, друзья, буду пытаться сейчас накидывать и больше урона, и больше контролировать точки. Почему, друзья, спросите вы меня Изида с адреналином? Почему ли не какое-то другое устройство на нее? Все просто. Как по мне, Изидку раньше было более эффективно использовать без устройств. То есть без лечения, без ничего подобного. И она приносила большее количество очков. В связи с тем, что адреналин не дает никакого абсолютно минуса Изидки обычной, а дает только плюс в том моменте, что когда у вас падает ХП, то есть у вас становится меньше здоровья, вы получаете дополнительный урон, то понятное дело, что адреналин намного эффективнее использовать, нежели простую Изидку. И вы, как бы, покупая ее, не теряете ничего, а взамен только получаете дополнительные очки за счет большего урона, который вы будете наносить по любому противнику. Поэтому здесь все очень просто. И если вы играете на этой пушке, либо задумываетесь на ней поиграть, и думаете, на каком устройстве вам катать, то обязательно я вам советую, конечно же, друзья, брать адреналинчик на Изидку и разваливать на Изикаточке кабиночки. Три с половиной минуты остается у нас до конца каточки. У меня пока, ну, не сказать, что всем прям все супер-мега-гениально и круто получается. Пока мы не особо здесь ведем и выигрываем, но по очкам вроде как неплохо. Вроде как первую позицию я пока что сохраняю. Времени еще полным-полно. Ну, и если я здесь до какой-нибудь 500 очки дотянусь, это будет очень даже достойно. И катку мы, к слову, тоже начинаем уже выигрывать. Это очень хорошо. Сейчас надо просто позахватывать еще точечки. Может, даже досрочку успеем сделать. Если досрочка будет, будет вообще просто великолепно. Ну, и я бы хотел, наверное, немножко поиграть с агрессией. Попытаться вот здесь вот как-то поконтролировать вражеские респы. Поуничтожать типов, которые только-только респятся. Да, если у меня это получится сделать, это будет вообще гениально. Понятное дело, что сейчас у меня это не получается сделать. Хотя бомбочка, в принципе, один танк уничтожила, который был на поле рикошети. Это очень хорошо. Ну, давайте сейчас попробуем через правую зоночку заехать, забрать точку. Ну, и в дальнейшем отправиться на вражеский респ. Там уже попытаться поуничтожать типов, которые будут сейчас здесь явно пытаться мне мешать. И как-то, ну, как-то сопротивляться определенно, да. Две минутки до конца. Есть какие-то хорючки здесь такие, изевые, которых можно быстренько покушать. И вот эту вот рельсочку, если я слил бы, было бы тоже очень неплохо. Но, к сожалению, Викинг Гром прожимает овердрайв. И я просто-напросто не выживаю и очень быстро улетаю на респик. У нас две точки под контролем. Сейчас, если мы захватим еще одну... Да, они захватывают уже наши ребята. Но, к сожалению, еще по центру точка уходит под владение противника. И сейчас, если мы ее заберем, то будет вообще просто бомбический отрыв. Уже есть полторы минуты до конца. И я думаю, что это должна быть легкопобедная каточка. Я только вот думаю, где сейчас бомбочку воткнуть. Тут ставить. Ну, ладно, давайте поставим пофиг. Может быть, какой-нибудь зацепит. Нет, не затепил, к сожалению. Поторопился я. Васпик в последнее время, друзья, мне очень сильно нравится. Как вы знаете, сейчас у нас и топ-дт проходит. Это тот корпус, на котором я играю. Поэтому мне нравится все на этом корпусе. И я рад тому, что за последнее время я даже как-то научился более грамотно прожимать бомбочки. Да, хотя раньше было как-то тяжеловато ловить крутые тайминги под эти бомбы. Сейчас это как-то уже получается попроще, поинтереснее. И я, конечно же, этому очень даже рад. Поэтому я думаю, что здесь не будет проблемой уже закончить эту катку. 15 точек отрыва у нас имеется. Да, может даже и досрочка. Да, досрочка. Забираем первое место. 15 киллов на изитке. Я скажу, что это довольно неплохой результат. Ну и теперь вот скатаем на этом быстром, мощном сочетании в захвате флага. В атакующем характере и формате. Не знаю, получится у меня отыграть от позиции самого быстрого атакера на карте. Но я надеюсь, что должно, по идее, получаться. Должно, по идее, получаться. Сразу выдвигаемся по левому флангу и пытаемся влетать. Пытаемся здесь влетать. Главное, конечно, на вазпике не забывать про то, что этот корпус очень легко уходит в минус. Поэтому стоит тоже где-то притормаживать, где-то аккуратнее играть на подъемах, дабы здесь не улетать. Но когда по вам бьет пулемет, понятно, дело, ну и есть тиммейт, который просто берет и минусует. Я хотел сказать, что когда по вам бьет пулемет, то вы можете просто забивать на все и ехать и газовать вперед. Но когда тиммейты мешают, тут, конечно, уже ничего не поможет. Поэтому, ладно, забываем этот момент. И идем на второй уже штрафной круг. Надеюсь, что... Блин, что я отшивка этого нарезка не ушел. Давайте-ка я сейчас... А, он же сам... Макшет башни. Не понимает, что происходит. Но я-то знаю, что я его точно солью. Отличный заход по пяткового воза. Флага. Главное, что меня здесь у вас какие-то не заметил особо. Ух ты, нифига себе, мне рельсу дали в бочину. Жестко. Жестко я полетел. Жестко. Можно было бы даже, наверное, бомбочку поставить, если бы кто-то за мной ехал. Но за мной никто не поехал. Флаг лежит. Возможно, даже я успею. Но я не видел, что там рельса какая-то стреляла. Если бы я видел, я уверен, что я бы притормозил бы. Но так как я не видел, что там что-то влетает жестко, то, соответственно, я и никак не отреагировал. Просто вылетал с подъема по красоточке. Но, к сожалению, в минус улетел. На баспике довольно моментами тяжеловато все-таки присадываться к противнику. В связи с тем, что он сбивает вам траекторию. Но в большинстве случаев, если вы опытный зедовод, то вы особо таких трудностей не испытываете. Потому что вы знаете, каково это контролировать такие ситуации. И даже когда вам в бочину стреляет тот же твинс, тот же рикошет, у вас все очень легко получается. И вы эффективно справляетесь и уничтожаете противника. Даже который пытается вот так вот вас растягивать. Это, конечно, не легко. Но вполне реально реализуемо. Пока, к сожалению, я не увез ни одного флага. Возможно, карта не самая подходящая. Но не стоит, наверное, отмазываться как-то по этому поводу. Стоит все-таки продолжать ехать в атаку. Я надеюсь, что сейчас рано или поздно у меня получится увезти этот флажочек. Там опять эта рельса появляется, которая будет сейчас мне в спину стрелять. Но мне надо как-то по идее от нее уплыть. Уплыть и поставить, может быть, здесь бомбочку. Дабы мне в спину особо сильно там не накидали. Но твинс там пытается все-таки накинуть. Улетать. Так же у меня здесь не получается. Еще и твинс прожимает овердрайв мне в спину. Довольно жесткая катка получается. Потому что у нас тиммейты особо не выдвигаются. Вперед стоят в дефе. И реализации самой пушки в таких моментах довольно мало. Довольно мало, да? То есть здесь на Изиде эффективно играть, когда вы можете много дамажить. А здесь получается так, что я заезжаю на вражескую базу, подбираю флаг и просто пытаюсь быстро-быстро убежать. Не выдавая вообще никакого дамага. И поэтому, понятное дело, что в таких моментах довольно тяжело реализовать Изиду. Особенно, когда ты еще постоянно прыгаешь с этого подъема, не совсем аккуратно, и падаешь в минус. Понятное дело, что в таких моментах реализация твоего корпуса, да и в целом пушки, будет практически нулевая. Но мы не отчаиваемся. У нас еще целых 3 минуты имеется. Не всегда получаются супер катки, да? Когда у вас там есть хорошая команда, есть хорошие тиммейты, которые вам помогают. Иногда вы играете в соло. И тут, наверное, главное акцентировать внимание даже не на том, что у вас там небольшое количество очков, а в том, что вы делаете большое количество эффективных атак, которые бы увенчались успехом. При том раскладе, если бы ваши тиммейты просто вам бы саппортили или встречали. Но, так как здесь такого не происходит, соответственно, данные доставки не увенчиваются успехом. Вы не зарабатываете должного количества очков, ну и, соответственно, не можете никак здесь доминировать над противником, потому что вы заходите в соло. И в эти моменты главное, как по мне, не расстраиваться, не думать о том, что вы там какой-то лоу скилл и то, что вы там не умеете играть. Просто продолжайте делать все, что вы делаете и рано или поздно вы просто дернете этот флаг. Поверьте мне, даже если противник будет дефить и вы будете делать все правильно, то рано или поздно вы реализуете свое вооружение, свой корпус. И даже вот, ну вот смотрите, я как бы стою против Викинга Твинца, если бы наш бы у вас помолок бы уходил на хорошую зону, то он бы мог спокойно увести флажочек. Но он, к сожалению, поехал зачем-то в мою сторону. Ладно, не отчаиваемся, пытаемся сейчас заходить здесь по флангу. Давайте, наверное, попутно схаваем Мамонта, который думает, что он очень крутой. А я-то ему покажу, что моя язитка-то хавает куда быстрее. Ну, он сомничтожается, конечно, испугался, я понимаю. Понятно, не каждый выдерживает такого. Но Васпик Слоу начинает увоз. Я могу даже здесь немножко подсаппортить своему тиммейту, слить пару-тройку противников. Может быть даже бомбочку. Нет, не успел воткнуть. Васпик улетел. Да, 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 да. Доставка будет. Отлично, за минуту до конца. Надо сейчас еще немножко подстраховать. Потому что можно это и не поставить. Нет, 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 ну слейте. Хорош, Гаусс. Надо помочь, надо помочь. Надо помочь, надо помочь. Кто там противник может уже увезти? Вика рельса довольно жестко накидывает урон. Хорно-тарельщик наш. Блин, надо ехать на возврат. Надо ехать определенно на возврат. И мне надо как-то объезжать. Это Вика Твинса. Потому что он уже мне будет сейчас мешать. Я уже думал, будет доставка легкая. Но пока, как вы видите, доставки у нас до сих пор нет. Ставим бомбу. Начинаем. Довольно сложно было присосаться, но я все-таки смог это сделать. Возврат есть. Три секунды конца. Есть доставка. Супер. Отлично. Наверное, не столь эффективно была использована данная едида на этой карте. В связи с тем, что... Ну, вы сами понимаете, как бы карта не из самых простых. Плюс это вооружение, которое является легким атакующим. А если ты не увозишь флаги, то, соответственно, ты и не зарабатываешь столь большого количества очков. Поэтому не стоит уж сильно, наверное, расстраиваться. И такие катки бывают. Но Вазпоедита это для меня, наверное, фановое вооружение. То есть это не супер имбовое, но фановое интересное вооружение, на котором можно поиграть. И если бы я сегодня использовал бы не Вазпа, а использовал бы удобный корпус для данной пушки, то результат был бы намного-таки, намного-таки лучше. Но катки мы две выиграли. 6 звезд в двух катках я заработал. Соответственно, я могу быть доволен и сказать вам то, что данную Вазпоедитку сегодня я реализовал. Возможно, не на 100%, но на какие-нибудь процентов 60-70 от максимальной возможности я реализовал. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Не забывайте про стримы. Вечерочком заглядывайте. Если еще не чекали, не знаете. По вечерам у нас стримы проходят. Примерно в 9-10 часов вечера. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.